Да ладно! Я его победил! Офигеть, ребят! Я его победил на Динамо! Офигеть, папа! 800 урона за одну пульку! Хо-хо-хо! Это реально супер гигантский, ребята, урон! Ребятушки, всем здорова с вами! И, конечно же, как всегда, Артимен! Мы с вами, ребятки, в игре Хилсоу Стилл! И сегодня, ребята, я возьму эпический танк Динамо! И отправлюсь на нём сражаться вместе с бустером на двойную пулю против абсолютно всех боссов! Интересно посмотреть, на что теперь, ребятушки, после всех последних обновлений способен танчик Динамо! Вообще, изначально он был достаточно мощный и достаточно мощным всегда оставался! Ну, как по моей точке зрения! Поэтому, надеюсь, что он нас сейчас с вами не подведёт! Я начинаю! Ну, а ты подпишись! Конечно же, поставь лайкос этому видосу! Let's go! Итак, ребятушки, вот он, этот прекрасный и чудесный бустер на отскакивающую пулю! Перу его на танчик Динамо и let's go сражаться! По идее, отскакивающая пуля автоматически должна наносить больше урона абсолютно каждому боссу и каждому противнику, потому что пробивает насквозь! Ещё второй урон порой тоже пробивает сразу же отскоком от земли! То есть, короче, это очень круто! Ну и так, ребята, первого босса Динамо побеждает без проблем! Ну и двигаемся дальше! Конечно же, ребята, двигаемся дальше, потому что дальше нас ждёт супер-мега-офигенные жёсткие боссы, ребята! Да! Ха-ха! Кстати, я зарядил свой патрон на максимальный заряд, и, кстати, смотрите, реально пулька наносит 300 урона, потом ещё отскоком может нанести тоже 300-200! Офигеть! Реально получается, что бустер! Отскакивающая пуля, особенно на танчике Динамо, это как двойной урон, по сути, ребята, потому что пулька у Динамо отскакивает очень-очень недалеко! То есть, у многих танчиков она отскакивает прям далеко, а тут, смотрите, вот упала и сразу же в том же месте опять второй удар нанесла! Это, я считаю, очень офигенно! По 400 урона! Неплохо, ребят! То есть, 300-400 урона за один выстрел, плюс ещё двойной вот этот вот удар по танку! Это просто офигенно, я считаю, для Динамо это очень круто! Ну, конечно же, пока что с первыми самыми боссами я справляюсь вообще без проблем! Прямо вот без проблем! Ну, кстати, не помню, сколько раньше было у Динамо урона! По-моему, возможно, его было даже и побольше, больше, чем 300! Или, мне кажется, ребят, напомните мне, по-моему, с максимально заряженным зарядом он наносил больше 500, если я не ошибаюсь! Может быть, в этом обновлении Динамо понерфили, но я, ребята, честно говоря, точной информации не знаю! Кто у нас самый внимательный, напишите в комментариях, так это или не так! Ну и смотрим, летающие цели 600 урона! Вот, кстати, по-моему, раньше он так и наносил где-то по 600 урона! Сейчас такого не было, ребята! Да, сейчас было такое только на летающих боссах! По обычным наземным боссам такого, ребятушки, нет! Окей, двигаемся дальше! Босс-бомбардир! Так, аккуратненько! Блин, ну круто, что по летающим целям, как всегда! Как всегда, ребята, больше урона! И, кстати, летающие цели некоторые обязательно постоянно зацепляют! Смотрите, вот так вот мой танк! И толкают! Офигеть, кстати! Не знаю, будут ли сейчас такие приколы! Вроде бы нет, смотрите-ка! Вроде бы этот баг понерфили! Теперь он не толкает! А нет, толкается! Толкается, ребята! Баг вообще не понерфили, как оказалось! Да, до сих пор, смотрите, летающие боссы продолжают толкать тебя! Короче, цеплять за вот эту вот голову этого танка! Надо тыкать треугольно! И толкают! Короче, у Динамо постоянно остаются те же самые проблемки! Его постоянно, блин, пытаются толкнуть! Из-за этого ему тяжело сражаться! Так, ну что, давай-давай-давай! Нет, не толкайте! Да что за фигня! Жесть, давай! Я не могу из-за этого стрельнуть! Есть! Все, наконец-то, ребята, босс уничтожен! Ну и погнали! Let's go, ребята! Let's go! Ну и дальше против нас попадается босс лазерная пасть! Ну что, атакуем его! Так, какой урон по лазерной пасте проходит? Что, 200? Ай, ну иногда 300, ребят! Ну, кстати, да, урона проходит меньше, чем по другим танчикам! Потому что у лазерной пасти, как мы знаем, гораздо больше брони! Реально, смотрите, урона прям, ну немного, ребят! 220, 300 прямо редко вылетает! То есть, реально здесь какая-то супер мощная жесткая броня! Ну иногда, кстати, и по 500 урона прилетать, если попасть в уязвимую точку! То есть, все зависит от того, в какую точку ты, собственно, попадаешь этому танку! Да блин, последний выстрел! Все, наконец-то я его сделал, ребята! Уничтожена лазерная пасть! Замечательно! Ну и двигаемся дальше, начинается следующий у нас босс! Это Повелитель! Так, ну это уже самые топовые, самые последние боссы именно первой волны, ребят! Это только лишь первая волна, и я, конечно же, поведу Динамо дальше на следующие мощные более волны! Посмотреть, на что он способен у нас вообще здесь! Отлично, ребята! Уничтожен, уничтожен этот у нас противник! Ну и летс гоу, ребята, дальше! А дальше у нас начинается Созерцатель! Созерцатель! Да, предпоследний боссяра уже здесь и сейчас! Он уже сюда приехал! По 600 урона, ребята, по летающим целям, как и по всем другим, наносится по Созерцателю! Правда, в основном только один раз! Ну иногда, кстати, старят, смотрите, падает вниз и наносит сразу второй урон! Крутяк! Крутяк! Там, конечно, второй урон не 600, а где-то 400, но все равно, смотрите, офигенно! По сути, да как двойной урон, ребят, работает! Так, ладно, отъезжаем от конца карты! Это нужно обязательно сделать, потому что следующий у нас противник это Тарантул! И он не заставит, как говорится, себя ждать! Он прям сразу тебя прижмет к концу карты! И начинается, ребята, топовый босс первой волны! Прямо здесь и сейчас выходит на меня со всей мощью босс Тарантул! Так, ладно, ой-ой-ой, что-то я куда-то не туда поехал! Так, аккуратненько! Ну что, смотрим, какой урон! Сколько там? 100? Что? А нет, по 300! Даже по 500 иногда! Вау, такой же примерно урон, как по лазерной пасте! Короче, от 200 до 500, ребята! Рандом какой-то самый настоящий! Так, я использую аптечку на всякий случай, потому что уже мало было ХП, а так хотя бы будет половина! Так, ну что, пробую бодаться, ребята, с Тарантулом! Конечно, честно говоря, лучше, чтобы он меня не зажимал в конец карты, но тогда я буду принимать много урона на себя! Нет! Есть! Так, все, первая, первая, ребята, уничтожена стадия! Вторая пошла! Вторая пошла, и по ней тоже по 300, по 400 урона, ребята, наносится! Конечно же, у меня работает моя отскакивающая пуля, но мне не хватает все равно этого урона, чтобы его победить! Блин, 1700 ХП! 1200! 1200 ХП осталось всего-то у этого босса, ребята, капец! Он меня все-таки так или иначе смог уничтожить! То есть мне не хватило буквально немножко, чтобы на Динамо, просто, ребята, с отскакивающим пулей, с одним бустером победить этого босса на первой волне! А это очень хороший результат! Если танчик практически смог победить босса Тарантула с первой попытки без воскрешения, это супер-мега-крутой результат, ребята! Но мне сейчас нужен бустер на двойную пулю, и он мне выпадает! Вот он, он, бам! Давай-давай-давай, есть! Отлично, все, конечно же, мы добиваем, ребята, после воскрешения этого босса, и сразу с вами идем моментально во вторую волну, ребята! До второй волны доходят вообще немногие танчики! Ну и тем более немногие игроки, потому что надо воскрешаться, потому что не так много у всех жизней, но и так далее! Так, замечательно, ребята, и у нас удар грома второй волны, у него уже 10 тысяч хп-шек, и если, конечно, попадать двойными пулями, то вообще получается какой-то четверной урон, ребята, если сравнивать его с первой волной! То есть у меня первый раз попадают два снаряда, потом они отскакивают и еще и от земли наносят по этому боссу второй урон, а это вообще супер-мега-круто, как я считаю! Короче, реально крутяк! Так, армада у нее 13 тысяч хп, ребята, на второй волне, атака, кстати, у нее не сильно большая, но по 160 урона как бы наносит, так что с ней лучше все равно быть аккуратнее! Так, давай-давай-давай-давай! Бам! Отлично, ребята! Ну так же, 300-400 урона, но теперь у меня еще и двойные пули добавились, поэтому мой танчик стал тоже, по сути, в два раза мощнее! Это, я считаю, конечно же, очень круто, ребята! Это легион второй волны, 14 тысяч хп, то есть им всем просто взяли и 10 тысяч хп как минимум добавили к их изначальным хпшкам, если сравнивать с первой волной! Так, ребят, что-то я сильно начал подставляться, на самом деле лучше, конечно же, уклоняться от всех этих ракет! Я буду пытаться сейчас это делать! Блин, легион еще так хорошо далеко стреляет, прям, смотрите, я от него далеко держусь и он все равно по мне попадает! Капец, конечно! Но вот эта вот карта, вот эта вот, она очень неудобна, ребята, для Динамо! Постоянно тебе приходится пересекать какие-то горы, какие-то бугорки, холмики и так далее, из-за этого, конечно, тяжелее становится попадать! Вот, ну и дальше двигается по мне басяра Кнут! Ес! Летс гоу, Кнутяра, давай-давай, сразимся с тобой! Сразимся, потому что у него, на самом деле, тоже мощная бронька, у него тоже добавили ему капец, как много хпшек относительно первой волны прямо! Офигеть, как много! Несуразно большое количество, вот! Но да ладно, мы с ним, конечно же, обязательно сейчас справимся! Да, ребята, просто задавил его, просто тупо догонял, расстреливал двойными снарядами и, конечно же, без проблем победил! Двигаемся дальше, ребята, переходим, у нас гонец ада! Следующий басяра! Летс гоу, летс гоу! О, ну да, ребята, он тоже меня, смотрите-ка, цепляет постоянно! Иногда эти боссы так сильно цепляют, что запускают тебя куда-то просто в небо! Эй, я что, использовал аптечку? Блин, я случайно использовал! Ну да ладно, в целом неплохо, ребят, у меня все равно были далеко не полные хпшки, поэтому то, что я ее использовал, это очень даже хорошо! Ну и, ребята, дальше у нас начинается следующий босс-бомбардир! Летс гоу, летс гоу с ним сражаться! Так, вот с этим боссом посложнее! Он любит летать пониже и, смотрите, постоянно пускает в меня, точнее, он меня постоянно просто цепляет! По 600 уронов даже, кстати, ребята, даже три раза по 600 я иногда вижу! Офигеть, какой огромный урон! Ну, кстати, у меня тоже остается уже мало хпшек! А против меня появляется босс-лазерная пасть, ребята! А я, по-моему, сейчас буду зажат в конец карты, потому что я еще и назад отлетел! Да, я прямо ровно в конце карты! Капец, что мне делать сейчас, ребята? Жесть, у меня танк сам по себе во время появления нового босса отлетел тупо на край карты! Офигеть! Что мне делать? У меня сейчас даже снаряды в нее не будут попадать! Ну, просто жесть! Все, ребята! Мне нечего делать, и она меня просто выносит, ребята, с первой очереди! Поэтому мне приходится брать обязательно второе воскрешение! Других у меня вариантов здесь, к сожалению, и к счастью нет! Уберу самонаводящуюся пулю! Ну что, давайте посмотрим! Она, по идее, должна нам помогать на дальних, особенно, расстояниях попадать по какому-нибудь там босяре! Кстати, у нас еще есть ульта! Но я на Динамо ульту, как правило, не использую, потому что иначе у меня будут тогда разряженные полностью мои снаряды мощные! А я хочу, чтобы снаряды были максимально сильные! Но если что, ребята, если что, ульта есть! И я, кстати, мог ее использовать точно на бою, ребята, с Тарантулом! Я ее мог в конце использовать! И тогда бы у меня, ребята, точно было больше шансов на победу! Я не знаю, почему я это не сделал! Видимо, немножко тупанул! Ну да ладно, летс го, ребята, сражаемся с Павелителем! Вау! Как я его быстро побеждаю! Еще и по 600, ребята, урона! Урон стандартный, если что! Я его не увеличивал никакими бустерами! И поэтому урон, конечно, гигантский! С отскакивающей пулей-бустером! И, конечно, с двойной пулей! Итак, ребята, предпоследний босс начинается прямо здесь и сейчас! Это созерцатели! Вы просто посмотрите! Ой, нет! Попал! Я все равно, ребята, попал под его лазер! Это, конечно, был мой фейл! Это прям максимально мой фейл! Такого лучше, конечно, не допускать! Так, ну ладненько! У него где-то тоже почти уже 20 тысяч хп! Самое жесткое, ребят, что у Тарантула там будет где-то 20 тысяч хп! А точно! У меня же самонаводящиеся пульки! Я могу вообще вот тут вот стоять и стрелять! Так, погодите! Давайте вот отсюда! Уууу! Есть! Успел проскочить! Давайте немножко отъедем от конца карты, чтобы сейчас было удобнее сражаться, естественно, с боссом Тарантулом! Так, давай, лети сюда! Лети сюда! И отлично, ребята! Этот босс уничтожен! Начинается схватка с Тарантулом! Ну что, смогу ли я его, ребята, победить с первой попытки без воскрешений? Вот сейчас, не воскрешаясь с ним во время этой дуэли, очень интересно! А Танчик, как всегда, ребята, уехал куда-то, куда я его не просил уезжать! Уехал слишком близко к боссу! Поэтому босс меня, ребята, сразу здесь везде, отовсюду тупо атаковал! Так, ребята, ладно, пробуем, пробуем, пробуем что-то сделать с ним! Так, первую стадию уже почти, кстати, добили! У него первой стадии, блин, 20 тысяч хп! Ну, смотрите, я быстро с ней расправился и начинается прямо сейчас вторая, ребята, стадия! Вторая стадия, и у меня еще, если что, есть аптечка! Но и босс встал тоже, если что, помощнее! Так, давай, 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 ну-ка, я еще, я, если что, применю ульту, ребята, если что, применю! Кстати, он наносит, наконец-то, адекватный урон, смотрите, по 900 урона за один удар! Да ладно! Я его победил! Офигеть, ребята! Я его победил на Динамо со второй попытки! Кстати, походу, ребята, баг понерфили! Разработчики, наконец-то, это сделали, и Тарантул теперь не такая супер имба, каким он был раньше! Вы это видели, ребята? Он теперь хвостом за один удар наносит не двойной или тройной урон, как он это делал раньше, ребята! Он теперь наносит адекватный 1х урон! То есть, вот, 900 урона за один удар, и все! С этим, ребята, можно работать! С этим можно работать, с этим можно жить! Ведь, наконец-то, разработчики нас услышали! Если это так, то значит, реально все круто! Беру супер урон, ребята! Беру супер урон, и пробую с ним что-то сделать! У меня последняя жизнь, ребята! У меня тупо последняя жизнь в этом ролике! И надеюсь, что у меня что-то получится, потому что меня уже, смотрите, сразу же, ребята, сходу на третьей волне боссы зажимают! У них 20 тысяч хп! Даже у самых легких, ребята, боссов! У них 20 тысяч хп! И, конечно же, ребята, конечно, против них сражаться гораздо более тяжело! Итак, ладно, ребята, пробуем, конечно же, сразиться с армадой! Давай, 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 летс го! Летс го, ребята, сражаемся с ней теперь! Так, давай! Замечательно, ребята! Ну, с армадой, конечно, все тоже попроще достаточно будет! Она меня, главное, чтобы не зажимала в конец карты, и у меня все получается! Еще и, ребята, с супер уроном! Теперь мой урон стал гораздо больше, чем был раньше! Летс го, двигаемся дальше, ребята! Босс Легион! Легион! Давайте сразимся сейчас с боссом Легионом! Да, летс го! Легиончик, подходи сюда! Хе-хе-хе! Так, ну я его тоже нормально разбираю! У них, конечно, жестко, что, ребят, по 20 тысяч хп! Это, конечно, на самом деле реально жесткое количество хп-жек! Но я их сняшу ему достаточно быстро! Кстати, он мне тоже, если что, быстро сносит! Лучше с ним в такие игры не заигрываться! Лучше, конечно, быть более аккуратным! Так, ладно, против меня попадается, ребят, босс Кнут! Вы смотрите, как мой танчик там летает, пока я им не могу управлять! Ну просто жесть! Даже Кнут уже стрельнул! Я прямо перед ним, ребята, оказался по итогу, когда мне передали наконец-то управление танком! Да, это жестко! Но Кнуту тоже полный капец! Он у меня даже, по-моему, попасть не сможет! Я постоянно его догоняю! И все, ребята! Да, я его уже практически догнал! Давай, давай, давай! Да, ребята, Кнут тоже моментально просто супер быстро уничтожен! Ребята, двигаемся дальше! Начинается следующий босс! Следующий босс у нас с вами, это Гонец! А, да, по летающим целям у нас еще более высокий урон! Офигеть! По 800 урона за одну пульку! Хо-хо-хо! Это реально супер гигантский, ребята, урон! И у меня получилось, ребята, его выпустить чисто в этого босяра! Ну что, следующий бомбардир! У бомбардира 27 тысяч хп! О, подождите, у меня нет хп! А-а-а! Жесть! Я сам себя уничтожил! Что? Ха-ха-ха! Ребята, короче, я с флэшем в итоге сам себя уничтожил! Да, это, конечно, была моя ошибка! У меня оставалось буквально 60 хп! Я не успел использовать аптечку! Какое-то время я бы еще, конечно, бы прожил! Но в целом вы все увидели сами, ребята! Конечно же! Танчик! Динамо! Офигенный! Просто круто, ребята! Особенно с бусером на отскакивающую пулю! Он становится сильнее, он становится мощнее! Его пули именно отскакивают недалеко и попадают сразу же в этого же самого противника! А это очень круто! Короче, на Динамо стоит использовать этот бустер однозначно! Мне танчик понравился, он очень мощный! Многое может сделать, особенно в режиме выживания! Если вам понравился этот ролик, посмотрите мой предыдущий ролик, ребятушки! Как я сражался на всех танчиках в боях 2 на 2 вместе с бустером на двойной урон! С вами был Артемен, всем до новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok